Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу как установить новый модем фирмы TP-Link Archer, его характеристики и как его подключить. Этот роутер имеет Wi-Fi со скоростью 300 мегабит в секунду плюс 867 мегабит в секунду и 5 децибел антенны. Есть разные режимы работы. Также есть гигабайтные порты для интернет-подключения, Radisi-контроль и лучшая безопасность с WPA3. До этого у меня был роутер также фирмы TP-Link, подключенный к сети, но он начал давать сбои. Проблема с Wi-Fi, скорее всего, что-то поломалось. Старый модем имел марку TP-Link 24-C2. Хороший модем, но уже проработал около двух лет и начал давать сбои. Может потому, что стоял на солнце, здесь слегка пожелтела даже передняя панель. Распакуем новый модем. Он запакован в пленку. В комплекте идет сам роутер с четырьмя антеннами. Все запаковано в пленку, чтобы не царапалось. Расстояние между отверстиями немного разное, поэтому придется перекручивать шурупы на стене. Есть руководство по настройке на русском и английском языке, а также шнур подключения к интернету и шнур питания с блоком. Напряжение выдаваемое блоком питания 12 вольт и сила тока 1 ампер. Расстояние между отверстиями 9 сантиметров, поэтому немного их сместим и подвешиваем его на стену. Подключаем шнур от модема и подключаем блок питания. Вот замигали лампочки включения питания и подключения сети. Необходимо приступить к его настройке. Вводим в любом браузере электронный адрес 192 168 01. И заходим в настройки роутера. Создаем пароль, который вам нужен без пробелов от 6 до 32 символов на английском языке. И нажимаем, приступим к работе. Здесь необходимо выбрать часовой пояс. У нас плюс 0,2 карьер. Страну выбираем. У нас Украина. Можно город выбрать. Здесь можно выбрать E-Star, T-Net, L-Net. У нас совсем другой, поэтому пойдем дальше. Адрес будет автоматически настраиваться. Теперь необходимо ввести все адреса, которые были в договоре. Музыка Здесь все сети включаем. Пароль можно изменить на свой для Wi-Fi. Теперь будем смотреть на подключение интернета. Перезагрузим и все должно заработать. Диспроводной режим проверяем. 5 Гц и 2,4 Гц. Если мастер того, какой вам удобно. Все пошло. Заработал интернет по сети. Теперь проверим скорость проводного и скорость Wi-Fi подключения. Музыка Входная и выходная скорость соответствует заявленной. Теперь проверим скорость интернета по Wi-Fi. Отключаем провод подключения интернета. Как видите, скорость проводного и беспроводного интернета равна. Значит роутер полноценный. Как видите, роутер вполне полноценный. Согласно инструкции, он имеет больший радиус Wi-Fi покрытия. Сейчас я выйду из дома и посмотрю, какие же будут показатели по Wi-Fi. Теперь проверим качество Wi-Fi сигнала непосредственно возле модема. Все кубики. И отойдем дальше за стену на 10 метров. Стена здесь выполнена из глины. Имеет ширину 25 сантиметров. Как видите, здесь тоже полный сигнал. Отличный. Идем дальше. Эта вторая стена на расстоянии 10 метров. Имеет также толщину 25 сантиметров. Здесь идет полный сигнал. Теперь я выйду на улицу еще через одну стену и отойдем дальше. Посмотрим, какой же там будет уровень сигнала. На улице еще через одну стену сигнал уже имеет три черточки. Стало немножечко хуже. Пойдем в другое здание. Еще через две стены и посмотрим, какой же будет сигнал там. Вот я прошел на 20 метров. Между нами 5 стен. И здесь еще есть один кубик. Проверим, как работает интернет. Старый мой модем в этом месте уже ничего не брал. Значит, четыре антенны лучше, чем две. Таким образом, этот модем на четыре антенны намного мощнее и быстрее, чем старый двухантенный роутер. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как установить и краткий видео обзор роутера TP-Link Archer C64. Пишите свои замечательные комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok